В студенческом конструкторском бюро Алтайского технического университета молодым исследователям создали комфортные условия для моделирования опытных образцов техники, которые в будущем могут отправить на конвейер. Студент пятого курса факультета энергомашиностроения и автотранспорта Никита Разамазов занимается разработкой навесного оборудования для пристволовой обработки почвы в плодопитомниках. Я делаю КД, отправляю на изготовление лазерную резку, например. Часть элементов покупаю, ну как гидрооборудование, например. А затем здесь происходит сборка и доработка. Современные программные продукты упрощают работу инженеров, а 3D-сканер позволяет сделать реверс-инжиниринг и восстановить чертеж деталей, даже если ее техническая документация утеряна. Работу оборудования продемонстрировали главе региона. Мы выполняем ее полностью в постоянной детали, по карте 3D-модель. Далее производится инжиниринг, то есть получение с детали как 3D-чатежей и создание оснастки для ее производства. В конструкторском бюро экспериментальных машин занимаются проектированием двух новых видов тракторов с колесными формулами 4х4 и 6х6 для лесовосстановительных работ и лесозаготовки по заказу КАМАЗа. Соисполнитель – знаменитая Бауманка, но ключевые инженерные компетенции по тракторостроению по-прежнему сосредоточены именно на Алтае. В настоящее время мы работаем с ПАО КАМАЗ, разрабатываем две машины для лесного хозяйства. Российская школа инженерная, она на самом деле известна в мире и хорошо продвинута, и достойна, и так далее. Мы можем говорить про Алтайскую инженерную школу, про ее? Безусловно. На совещании по итогам работы промышленного и энергетического комплексов Алтайского края руководитель Минпромэнерго региона Вячеслав Химочка подчеркнул, что даже в сложный 2022 год индекс промпроизводства в регионе составил почти 102%. А за пять лет рост промышленности превысил 107,5%, что почти вдвое выше средних показателей по Сибирскому федеральному округу. За последние пять лет рост заработной платы одного работника предприятий Алтайского края составил 73%, в то время как по России — 55%. Промышленность смогла адаптироваться после ухода крупных западных игроков, а рост гособоронзаказа вернул многие производства в авангард индустрии. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова